Главная задача минимизировать контакты между людьми. Именно с такой целью в республике принято распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавируса. В эту категорию попали места массового скопления. В распоряжении мы закрываем рынки как один из самых серьезных источников большого скопления людей, возможного, не дай бог, распространения болезней. Мы закрываем общественный транспорт, и это, конечно, вызовет большие неудобства, но это тоже один из самых серьезных источников распространения болезней. Мы школы закрыли уже давно, мы закрыли детские садики. Мы сегодня рекомендуем всем нашим органам управления на местах, органам управления центральным задействовать минимальное количество людей, чтобы все остальные были дома. Принятое постановление, содержащее в себе целый ряд необходимых требований, непростое для исполнения наказания за непослушание в данном случае нет. Не говоря уже об элементарных штрафах. Здесь, как отметил исполняющий обязанности президента, придется полагаться на совесть и ответственность самих граждан. Вы знаете, по дисциплине мы похуже, к сожалению, итальянцы. Свадьбы, похороны у нас не кончаются. В субботу свадьба. Просили отменить, пока не слышу никаких позывов, что эта свадьба отменится. Наверняка кто-то и дальше планирует свадьбу. В нашем новом распоряжении эти все меры учтены. Вы знаете, что без введения какой-то чрезвычайки у нас нет правовых основ для того, чтобы мы наказывали людей, к сожалению. Объявив чрезвычайное положение в стране, благодаря которому можно будет наказывать граждан за подобное непослушание, республика обязуется закрыть свои границы. А это на сегодняшний день будет иметь свои сложности. Наш стратегический союзник для нас не закрыл границы. Это первое. Второе. В принципе, сегодня все наше обеспечение и продовольственное, и все остальное идет с российской стороны. Естественно, мы не можем этот вопрос забыть и предпринимать какие-то шаги к закрытию. Сегодня проблем с поставкой продуктов питания в республику нет, как и нехватки самих товаров. Валерий Бганба отметил, паниковать не стоит, точно так же, как и вестись на фейковые новости о зараженных в стране. В свою очередь, спикер парламента Валерий Кварти обратился к присутствующим народным избранникам с просьбой рассмотреть данное распоряжение и, возможно, внести соответствующие изменения. За назначение наказания в случае его несоблюдения выступил депутат парламента Александр Анклаб. Другого пути нет. Тут микронарушения нормативных актов, они не берутся в счет. На канут жизнь людей, конечно. Есть службы, соответствующие в МВД, но и другие службы. Тут церемониться не надо будет ни с кем. Также Александр Анклаб выступил с предложением внести изменения в данное распоряжение, а именно добавить пункт о запрещении траурных мероприятий в республике. В распоряжение, в пункт номер два, убрать слово корпоративное, написать так, запретить проведение в республике Абхазия торжественных и траурных мероприятий. Вот внести, попросите наше информагентство внести, а потом на эту тему присесть серьезно. На время карантина освободить население от коммунальных выплат с таким предложением перед народными избранниками выступил депутат Гиви Кварчия. Есть такие меры даже в России на период карантина. Это освобождение от коммунальных и иных платежей. И в нашем случае, ну это рассмотреть, наверное, вам нужно с Минфином, с начислением процентов по так называемым пенсионным кредитам. Если это было бы возможно, на период карантина освободить или эту категорию, социально незащищенную, или население, это было бы очень хорошо. Депутат парламента Раули Лолуа предложил принять более жесткие меры по защите населения от коронавируса вести чрезвычайное положение в стране. Как отмечает народный избранник, пока в республике нет случая заражения населению республики, необходимо пройти соответствующую подготовку. Я слышу и вижу, что и Министерство здравоохранения, все службы вроде задействованы, подключены, но вот чрезвычайное ведение положения – это совершенно другая мера, уровень совершенно другой. Поэтому, может быть, день, два, три посмотреть, как это работает, посмотреть, как работают все эти механизмы, и потом, может быть, там ослабить, понимаете, чтобы, конечно же, посмотреть, где есть ошибки или где нет. Потом важно тоже дать понять нашему населению, чтобы лишний раз не выходили из дома. И хочется обратиться к нашему населению, вообще отказаться от всех этих поцелуев в щеку, рукопожатия, объятия различного рода. Отказаться – это тоже работа, дистанция один метр, это тоже постоянно надо информировать об этом наших людей. У кого есть возможность уехать на это время в наши деревни, в села, это тоже нехорошо расположены между собой наши села, тоже надо уезжать туда и, может быть, оставаться это время там. Помимо этого, как отметил исполняющий обязанности главы государства, защитить и обеспечить всем необходимым нужно и врачей республики, ведь именно они в случае заражения первыми попадут в зону риска. Мы получили около 500 средств индивидуальной защиты от международных организаций. Я имею в виду халаты, маски, перчатки, очки. Это самое необходимое для врачей. Мы отдали только врачам, уверяю вас, никому больше, только тем, кто будет иметь дело с больным. Учитывая стабильную обстановку в республике, этой помощи на первом этапе будет достаточно. По словам Валерия Пганба, еще одна партия должна поступить в ближайшее время гуманитарным рейсом из Российской Федерации. Как отметил министр здравоохранения, сегодня, несмотря на дефицит тест-систем по всему миру, республика готова оказывать необходимую помощь и проводить качественное лабораторное обследование. Тест-системы приобрести невозможно сегодня, они не продаются. То будем исходить, исходя из нашей потребности. У нас постоянная взаимосвязь с Роспотребнадзором в этом вопросе. И не только Ставропольский противочумный институт открыл свой филиал в Сочи. И там тоже есть такие возможности. Мы в непосредственном контакте с специалистами. Подчеркиваю, лаборатория бактериологическая в очень хорошем состоянии. У нас достаточно оборудования, чтобы проводить эти исследования. И есть 12 специально обученных врачей-лаборантов, микробиологов, вирусологов, которые будут при необходимости работать и в круглосуточном режиме, если такой вопрос встанет. Также, как рассказал министр здравоохранения, существует четкая схема маршрутизации больного в случае его заражения и перечень медучреждений, готовых к приему. Однако есть серьезная проблема в нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких. Вела Барганджа, Сосриква Гухава, Абазатова.